Здравствуйте дорогие мои подписчики! Сегодня я опять в гостях у моего друга Романа, вам уже известного. И сегодня мы с Романом вам покажем и расскажем, что же такое штамбовая смородина. Почему она штамбовая, какие у нее есть преимущества, чем она хороша и почему рекомендуем посадить такую смородину вам. А заодно мы немножко расскажем, как за ней присмотреть, как ее посадить. Расскажем больше Рома, я буду спрашивать и задавать ему наводящие вопросы. Скажем так, первое растение мы из себя привели в 1986 году и мы, скажем так, мои девчонки уже выросли, ни других не видели. Если сначала там были ошибки, долго там искали, где найти эту золотистую смородину, потому что подвой для этой смородины, золотистая смородина, это вид смородины, родом из Северной Америки. И он дает такие длинные степи, в многосоте примерно 80 см, приливается желаемый сорт смородины. Про служебных мы потом поговорим. Но дикая разновидность золотистая смородина дает очень много корневых побегов, и она не идет. Я, в конце концов, после там нескольких лет поисков, мы достали подвой, это брех или хорона, так называется, разновидность клонов золотистой смородины, на которой привитка эта выполняется. И сейчас мы уже хорошие десяток лет, даже больше, на лет 13-14, больших количеством размножаем белую, красную, золотистую смородину, сейчас даже есть зеленая смородина, на гостинстве Северной Америки. Ну что нам надо, давайте не будем убегать в мелочи, просто покажем, как это делится. Во-первых, вот восьмилетние растения, как видите, это уже как мини-деревья. Это словацкий сорт дэтлан, как видите, ягоды уже созрели, сейчас ствол примерно уже имеется толщину 5-5 сантиметров, и красная смородина плодоносит на старых ветках, чем старше ветви, тем выше урожай, то есть минимальная обрезка, может надо только сдерживать рост вверх. Дальше, рядом сорт поздний, это сорт татран, но с более длинной кистью, вот Женя, покажи какая кисть, кисть примерно на вершок, и она созреет конец июля, и примерно на деревце может держаться где-то до конца. Скажем так, дети в школу идут, и уже как угощение для педагогов может быть вот эта красная смородина. Дальше, о красной смородине, конечно, можно говорить отдельно, и много, но вот эти сорта, скажем так, в нашем питомнике заслужили свое место. Во-первых, хорошим плодоношением, красивой кистью и нетребовательностью. Что касается черной смородины, можем подойти. Так плодоносит смородина зеленый мыс, который отличается хорошим вкусом и довольно неплохими ягодами. Как видите, тоже деревца уже пострадала от большого урожая, потому что некоторые ветки уже даже отломались. Что касается черной смородины, она требует, скажем так, большего ухода, потому что черная смородина плодоносит на одно-двухлетних ветках, и, скажем, на трехлетних ветках уже урожай меньше и меньше. Она требует, скажем так, чаще подойти к этому дереву, и самые старые ветки, видите, вот эта ветка уже трехлетняя, и она требует омолаживания. Ну, а если у вас красивый дом и несколько соток, то зачем сажать куст, если можно поставить красивое деревце, поставить красивый колышек и собрать, скажем так, 5 килограммов ягод с одного дерева. Это будет украшение в любом месте. В 96-м году мы начали делать озеленение для престижных местах, и первые отзывы были такие. Гости не идут домой, к столу. Все стоят около этих деревьев и обедают ягоды. Просто было как удивление. Скажем так, эта волна удивления, может, уже схлынула, потому что те, которые желали, это уже посадили, но очень много людей вообще не знают этой культуры, и информация поступает такая вот довольно противоречивая. Что там не бывает урожая, что там ломают. Во-первых, должна быть полная информация. Когда один человек, который продает, должен дать полную информацию, другой получить эту полную информацию.